Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это программа для тех, кто хочет усыновить ребенка. Сегодня мы в Гомельском районе, я хочу познакомить вас с братьями. Владик. Владик и Кирилл. И Кирилл. Кирилл, у него все горит внутри, он уже хочет на улице гулять, да? Хочу домой. Хочешь домой, я поняла. Вот смотрите, математика. Я хочу посмотреть, ты же в каком классе? Я в третьем. В третьем. А Кирюша? В первом. Два и три, один. Я знаю, тут три будет. Вот тут ноль, два, вот тут четыре. Одинаково шариков синих и красных? Шесть. Шесть. И тут шесть. И шесть красных. Так, двенадцать. Значит, столько же, да? Да. Вот, теперь здесь на два меньше. Ну-ка, здесь. Я знаю, сколько будет. Тут шесть и девять. Вот что тебе нравится делать? Рубить дрова. О! А ты умеешь убить дрова? Да. Снег убирать можешь? Могу. Класс. А что еще можешь? Ну, все. Подметать. Подметать. Мыть посуду. Мыть тарелки. Все такое. Ничего себе. Вот это парень. Вот это помощник. Настоящий. Можешь сказать? Да, да. Я тоже дрова. У нас где-то он 15 дней назад шкаф весь прочел. Кирилл и Влад родные братья. Они очень привязаны друг к другу. Кирюша очень шустрый, очень активный, очень общительный, очень любознательный ребенок. Он всегда первым идет на контакт. Он задает тысячи интересующих его вопросов. Микрофоны бывают вот такие булавочки, как у вас. Они нужны для того, чтобы вас было хорошо слышно. Главное. И бывают еще вот такие ручные микрофоны. Я знаю такие. Да, да, да. Ля-ля-ля-ля-ля. Да, Влад. Ты подержи, пожалуйста, подержи. Вот, видишь, нравится? Да. Какой тебе больше нравится? Этот. Вот такой маленький и этот. Парни, вы интересуетесь техникой? Да. Влад, ты меня слышишь по микрофончику? Конечно. Кирилл всегда сможет отстоять свои личные границы и никогда не даст себя в обиду. Он, наоборот, любит очень подвижные спортивные игры, активный такой отдых. Поэтому монотонная, однообразная деятельность, безусловно, для него будет утомительна. Как вам, зима нравится? Да. Не очень. Не очень? Нет, да. А Владу нравится. А почему? Почему? Негоники можно склипать. А еще? Мешки погулять. Так. А ты знаешь, для чего дорожки именно песком посыпать? Если человек проскользься, то он может получить траву от песка, а песок задерживает. Песок делает дорожку совсем-совсем не скользкой. Правильно? Да. Посыпали, и вот идем, и совсем не скользко. Да, вот. Влад, он, как старший брат, он очень спокойный, он очень старательный, он очень исполнительный мальчишка. Он с огромным рвением и желанием вот просто впитывает в себя всю информацию, которую получает из окружающего мира, вот в частности, мы говорим о педагогах, о взрослых людях, да. Он очень трудолюбивый, он, как знаете, как самый настоящий хозяин. Он найдет в себе занятие по душе в любом месте. Будь то трудовая занятость на участке, либо уборка в комнате. Но любую деятельность он обязательно доведет до конца, и самое главное, он сделает ее качественно. Интересуют вас подарки? Да. Это что? Коктейльки. Коктейльки, да. Столько много, не пойму. Это вкусненка. Так, так. Что там еще есть? Молоко. Граждане, которые приняли решение о том, что они могут усыновить ребенка, могут получить всю необходимую информацию, как в отделе образования по месту жительства, так и в центре усыновления. Снег за сон, мама за руку возьмет, и с собой навсегда отсюда уйдет. Мы пойдем, снег по морю и цветов, И во сне я отдал мне всю свою любовь. Всю свою любовь.